Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Цветок из Огня Тиамат. Сезон первый, серия пятая. Поединок. Ты? Ты что тут делаешь? Подслушиваю, конечно. И надо сказать, я услышал так много интересного. От его тона у тебя по спине побежали мурашки. Не найдя подходящих слов, ты глупо спросила. Что ты услышал? Достаточно, чтобы избавить этот мир от твоего брата. Ты сжала кулаки, подняла плечи, то ли пытаясь защититься, то ли просто набирая воздуха в грудь для крика. Но он не готовился воевать с тобой. Просто стоял, грустно и задумчиво глядя на лабиринт, хищно притянувший к вам плети тумана. А сознание волокло у тебя мягким одеялом, приглушая чувства и звуки. Он... он не угрожал. Просто констатировал факт. Ты мгновенно сдулась, когда вместе с яростью тебе покинули силы. И что ты будешь делать с этой информацией? Продам высшим магам этой страны, а на вырученные деньги буду кутить до конца дней своих. И-яр! Ты не представляешь, сколько на эти деньги можно купить ш... И-яр! Он цыкнул, но удержался от окончания шутки. Зачем ему нужно покупать этих ш... Он довольно привлекателен, я думаю, что... И так девушки согласятся с ним пошалить. Мне интересно, что пятеро думают о тех, кому нравится Тиамат. Закон о смертной казни вообще чушь. Я с самого начала это говорил. На чистоту. Мне вообще не интересны законы пятерых. Но вот что мне интересно... Так это безопасность Академии в целом и моих друзей в частности. Хотя бы потому, что мне нравится моя жизнь, и менять в ней что-то прямо сейчас я не хочу. А если на территории Академии действует культ Тиамат, и Ниал о нем не знает... Не кажется ли тебе, что это может стать источником проблем? Мне кажется, что... Ты слишком спокоен. Пальцы и Яра поглаживали Лиру, но не прикасались к струнам. Я спокоен? А что мне надо делать? Прыгать в лабиринт от ужаса? Ты просто... Я не знаю, ты такой... Такой бесстрастный. Эмоциями тут не поможешь, Ники. Надо думать головой. Я хочу сказать... Это сложная ситуация, и она оставит в ужасное положение самого близкого мне человека. И я не хочу давать его судьбу в руки Ниала, просто потому что... Ты запнулась, посмотрела на землю, подбирая слова. И Яр медленно сказал тоном учителя, наводящего ученика на правильную мысль. На самом деле ты доверяешь ему, и хочешь рассказать обо всем, просто боишься. Но почему ты боишься его, Ники? Я не боюсь его. Ты сказала это очень твердо, спокойно. Я просто не хочу ставить его между долгом и чувствами ко мне и Этану. На самом деле я многого не заслужила, Яр. Его дружбы, твоей дружбы, шанса быть в этой школе. Я этого всего не заслуживаю. Не смей так говорить. Он смотрел на тебя, не отрываясь, и взгляд его был. Но я не хочу, чтобы он жестко на меня смотрел, мягким. Между тобой и Яра много понимания. Ты все еще не понимаешь этого маленькой Ники, но ты спасла Ниалу жизнь. А моя дружба стоит очень дешево. Люди это чувствуют, поэтому никто не сближается со мной. Никто, кроме вас четверых. Дурные вы головы. Он выждал секунду, давая тебе время переварить информацию. Сейчас ты смотришь на меня огромными глазенками и хочешь задать миллион вопросов. Но я не разрешаю тебе их задавать, ни здесь, ни сейчас. Лучше давай решим сегодняшнюю задачу. Несколько секунд ты молчала, решая надавить на него или нет. В конце концов, я могу спросить его об этом в другой раз, когда он будет в настроении. А вопрос с культом надо решать прямо сейчас. Разве Ниал не доказывал тебе, что ему можно доверять? Доказывал, да, но... И Яр, он все-таки сын Энки. Энки Яр, главного мага в пятерке. Ууу, интересно. Тебе не кажется, что это как минимум неразумно? На последних словах ты начала мерить верхушку лестницы шагами, силой ударяя пятками о камень. Нет, мне так не кажется. Почему? Дай мне хоть одну хорошую причину, почему Ниал не должен рассказать пятерым о моем брате. Лицо Ияра стало непроницаемым, даже глаза стали стеклянными. Его пальцы не в лад щипали верхние части струн, выглядывавшие из чехла лиры. Я не могу этого сделать. Сейчас не могу. Но могу тебя уверить, что отношения между ним и Энки не такие замечательные, как ты думаешь. Ну, не знаю. Он вроде как дал Ниалу денег на постройку всего этого. Разве нет? Ты махнула рукой в сторону внушительного здания Академии. Да, но... Это вовсе не означает, что Ниал у него в любимчиках. А что это означает? Ияр выдохнул, терзая край чехла лиры. Слушай, это все сложные материи. Ты можешь просто поверить мне на слово? Ты повернулась лицом к солнцу. Давай себе время подумать. Только сейчас ты поняла, что в краешек уже коснулся горизонта. Начинался закат. Как быстро день прошел. Желудок свело тягучей болью, и до твоих ушей донеслось недовольное бурчание. О, у тебя там киты, фальшивец. Кажется, их надо накормить. Вроде как все естественно, да, но мне тоже всегда стыдно. В такие моменты. Щеки мгновенно стали горячими. Ты приложила к одной ладонь, пытаясь остудить. Конечно, ты не мог просто проигнорировать этот звук. Но напряжение как-то сразу рассеялось, оставив после себя только привкус недосказанности. Ты все-таки попыталась вернуть разговор в серьезное русло. Давай лучше не отвлекаться от темы. А давай лучше так. Я тоже голоден, как у Туку. Мы поедим, я тебе спою, ты успокоишься. Проблема решится сама собой. Я согласна. Поесть. Но мы закончим разговор. Ияру хочется провести с тобой больше времени. С этой женщиной невозможно договориться. Ты будешь ужасной спутницей жизни. Вот это комплиментик. Говорит мне одинокий Ияр. Распугал всех невест своим фальшивым пением? Он тут же выхватил Лиру и сыграл несколько грозных нот. Наоборот, я слишком хорош. Жить рядом с идеалом непросто. В шумерской мифологии Иркала «Царство мертвых». Лоха мой и все демоны Иркалы. Что такого я сделала, чтобы заслужить такого друга? Была очень хорошей девочкой, чистила зубы по утрам, помогала старикам. Он так и шагал за тобой до самой кухни, продолжая нараспев перечислять твои достоинства. Как красиво. Большую часть припасов ты тащила сама. У Ияра руки были заняты лирой. Можно было не возвращаться сюда. Здесь меньше ушей, а ты хотела поговорить. «Что значит меньше? Здесь кто-то есть?» И Яр заглянул за куст, где недавно прятался сам и кивнул. «Два жука и вон та ящерица». «Ты сводишь меня с ума». «Я очень стараюсь, красавица». Да, так двусмысленно прозвучало. Тяжело вздохнув, ты открыла корзину. Не успела ты разложить ужин, как Ияр цапнул себе самую большую и поджаристую лепешку. «Ну ты, конечно, нахал». «Я оставил тебе самый вкусный кусочек мяса». «Но он меньше». «Но там больше жира». «Фу, спасибо, как аппетитно». Завязалась перепалка, ты схватила морковь и сгоряча стукнула ею Ияра по голове. Тот схватился за голову и упал на землю в притворных судорогах. Воспользовавшись моментом, ты утащила лепешку и тут же надкусила с обеих сторон, лишив возможности отобрать. А если он не брезгливый, можно подумать, укусила лепешку. Ияр сел и мрачно констатировал. «Меня здесь не любят и не кормят». «Будешь много говорить, я остальные три съем». Он тут же спохватился и взялся за лепешку с самым вкусным кусочком мяса. Солнце медленно и упорно ползло за линию горизонта. Ветер спускался к земле, трепал края салфеток, словно селись утащить кусочек лепешки. Вы ели в теплом, согласном молчании, наблюдая за тем, как облака проплывают мимо солнца. В твоем воображении шуршали страницы книги и мамин голос читал старые сказки. «Ияр, а ты знаешь сказку про Уту?» «Шамаш, один из магов Великой Пятерки». «Какую именно? Ту, которую Шамаш запретил как лживую? Вроде как там его оболгали?» «А, я таких подробностей не знаю». Отряхнув руки, Ияр взялся за Лиру и сплел в длинный, переливчатый аккорд. Сияющий Уту, что длани распростер над Сипаром и Ларсой. Сияющий Уту в колеснице бунения о семи горящих конях. Сияющий Уту, сын Наны и Нингаль, взял в руку кувшин с животворной водой. «Да, Эту. Мне ее мама пела, говорила она очень старая. Есть вообще хоть одна легенда, которую ты не знаешь?» «Я знаю все легенды, ясноглазая Нингаль. Такова моя судьба и моя работа». «Ты склонила голову на бок, рассматривая его профиль. Закатное солнце целовало его лицо, и пряди вьющихся волос вспыхивали огненными искорками». «Я тут подумала, Ияр. Я так мало о тебе знаю». «Ияру тоже хочется многое тебе рассказать. Он смотрел на струны, а не на тебя». «Ты бы хотела узнать больше?» «Думаю, что да». «Я не такой интересный, как тебе кажется». «Ой, ну не принижай себя. Ну, это не тебе решать». «А еще ты можешь выяснить, что я не такой уж весельчак, как тебе кажется». «Ты пожала плечами. Над вашими головами пронеслась птица и коротко чирикнула». «Это неважно. С тобой хорошо и уютно, даже когда ты не шутишь. Нет, стоп. Особенно, когда ты не шутишь». Ияру смехнулся, скосив на тебя хитрый взгляд. «Неблагодарная девчонка. Я многие года оттачивал искусство комедии». «Пока мысль сделаешь острой, голова станет тупой». Ияр искренне расхохотался, запрокинув голову. «Ладно, ладно, ты победила». Тихо улыбаясь, ты принялась паковать остатки ужина обратно в корзину. Тело было приятно тяжелым, и возвращаться к трудному разговору не хотелось. Ты собрала всеволю в кулак и тихо попросила. «Ияр, я хочу, чтобы ты пока ничего не рассказывал Ниалу про Культиамат». Его лицо тут же сморщилось, как от кислой капусты. «Ты просишь слишком много». «Это моя тайна, и ты не имеешь никакого права ее выдавать». «Эта тайна больше тебя, и она может повлиять на жизни каждого из нас». «Представь, что здесь случится, если вдруг нагрянут псы пятерки, и начнут терзать Академию в поисках последователей культа». «И тем не менее, дай мне время, может, все совсем не так». «А как все на самом деле, по-твоему? Это на подставили культа не существует? Главный злодей Дуду?» «Ты молчала, уставившись в землю, и яр помолчал, потом обреченно вздохнул». «Я ничего не скажу Ниалу, пока что». «Ты вскинула голову, и с надеждой вглядела себе в его лицо». «Я сказал пока что, я дождусь, пока ты сделаешь это сама. Но советую не затягивать, я тревожусь, и мое терпение не бесконечно». «Ты кивнула, могло быть и хуже». «Может, мне все-таки стоит рассказать обо всем Су?» «Она еще никогда не подводила меня, может, и на этот раз посоветуют что-нибудь хорошее?» Сочувственно нахмурившись, Яр потрепал тебя по плечу. «Пойдем в Академию, темнеет». «Ты кивнула, подхватив корзину, выдвинулись по дороге обратно». Лабиринт разочарованно втянул свои туманные щупальца и снова стал терпеливо ждать. «Для начала ты постучалась в комнату Су, но тебе не открыли». «Серьезно, как можно так вот жить, когда шкура медведя?» «Ужас». «Тогда ты отправилась в комнату к Шимуну». «В ответ на твой стук раздался вопль «Входите», и он не сулил ничего хорошего». «Ребята, у вас все в порядке?» «Все отлично». «Все прекрасно». «Семейная ссора». «Мне заварить трав это, типа, выпить не хотите ли, да?» «Что?» «Трав, выпьем по чашечке, успокоимся». Он тряхнул головой, потом выдохнул, чуточку подрастеряв пыл. «Я... нет, спасибо, Никки». «Зачем ты пришла? Что тебе нужно?» «Обалдеть, это мне так нравилось, ты чего хамишь мне?» «Я... просто ищу Су». «Су, ну конечно, потому что все должно вертеться вокруг Су, да, Шимун?» «И все люди в этой академии будут искать Су именно у тебя в комнате, да?» «Я стучалась к ней, но она не в комнате». «Я не тебя спрашиваю». «Обалдеть! Эй, взбавь тон!» «Я просто хочу сказать, что длинного носа Су могло бы быть поменьше в нашей жизни». «Ты говоришь о моей сестре. Будь добра помнить об этом». «То, что она твоя сестра, не означает, что она должна указывать тебе, как жить». «Она мне не указывает». «Да что ты? Серьезно? Никаль, скажи ему, что Су бывает слишком много». «Я ничего ему не буду говорить лихо. Нечего втягивать меня в свой скандал». «Так, а какие демоны тебя сюда привели тогда? Вали, куда шла». «Ну все, это война». «Лихо, ты разжигаешь мою злость». «И что ты мне сделаешь? Нашлась великая магичка». «Слушайте, считайте меня дурной истеричкой, но это ненормально. Она не имеет права говорить мне, куда ходить и с кем быть, ясно?» «Ну это очень глупо при этом срываться на других. Ты можешь злиться на Су, это твое право, и в принципе Су действительно переходит часто границы, но при чем здесь ее друзья?» «Кто бы говорил, сама живешь по заповедям своей Иштар. Вспоминаешь ее каждые полчаса». «Это другое. Иштар – повелительница. А Су кто?» Шимун поднял руки, словно пытался выставить стену между собой и своей девушкой. «Ты не знаешь мою сестру и ничего не понимаешь». «Лихый, ты и правда перебарщиваешь». «Мне не нравишься ты, Никаль. Мне не нравится Су. И мне не нравится, что вы ее защищаете. Но теперь и ты мне не нравишься». «Так, все. Я тут третий лишний, так что я пошла. Шимун, пока она не орет, скажи мне, где Су». «Понятия не имею. Завтра утром собиралась в деревню со всеми волонтерами». «Разумеется, ты знаешь обо всех ее планах. А что я тоже там буду, ты знаешь? Или это не важно, а главное, куда Су пойдет? Да?» «Ты вдруг ощутила жгучее желание поговорить с Сином. Стоя в центре бушующего урагана эмоции, ты остро ощущала нехватку его неколебимого спокойствия». «Вот только где я найду его сейчас. Насколько вежливо будет напроситься в гости в его комнату, Хоть узнаю, где она». «Ты кивком поблагодарила Шимуна и сбежала, пока лихо не сказануло еще чего-нибудь приятного». «Какие же тут фоны потрясающие. Так и не найдя Су, ты попробовала навестить Киши, но к нему тебя не пустили. Тогда, забежав на минутку в комнату, ты вышла в сторону тренировочной площадки. Не доходя до нее, свернула направо, в сторону небольшой рощицы. И, наконец, вышла к берегу реки. Постояла там некоторое время, вдыхая теплый влажный воздух, а потом тихо позвала. «Я знаю, что ты шел за мной. Слышала твои шаги. Выходи, Син!» «Он вышел из тени деревьев так непринужденно, будто ты не поймала его на слежке мгновение назад». «Как интересно. Ты мог бы не красться следом, а просто окликнуть меня?» «Хотела кликнуть, когда догоню. Ты быстро шла. Глядя на его беспечное лицо, ты почувствовала, что начинаешь хмуриться». «Зачем ты вечно строишь из себя эту таинственность?» «То есть?» «Ты не встречаешься со мной на кухне, не гуляешь днем, не хочешь знакомиться с моими друзьями. Вечно подкрадываешься сзади. Честно говоря, мне от этого неуютно». Он прищурился, глядя на тебя неприятно проницательным взглядом. «Если мне будет позволено угадать, тебе грустно и одиноко. И ты хотела найти меня, чтобы поговорить, но не знала как? Поэтому ты предпочитаешь злиться, вместо того, чтобы чувствовать тоску?» «Я предпочитаю, чтобы ты отвечал на вопросы». Он сочувственно кивнул. «Я не вовремя угадал твое настроение. Мне лучше оставить тебя одну, да?» «Нет, я злюсь, что ты прав». «Понимаю. Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче?» «Ты посмотрела на берег, вдоль которого вспыхивали желтоватые огоньки». «Поможешь мне наловить светлячков?» «Это для какого-то магического ритуала?» «Что? Нет, конечно. Это для экзамена». «Он глянул на тебя, ожидая продолжения». «Ну, перед экзаменами все огненные ловят светлячков. Нужно прийти к своему наставнику и показать, как ты умеешь вытягивать из них свет». «Каждый огненный должен это уметь». «А вас тоже заставляют делать что-то такое перед экзаменом». «А ты умеешь вытягивать из них свет?» «Твоего вопроса он как будто и не услышал, или не захотел слышать». «Да, конечно. Это было чуть ли не первым, чему научил меня Ниал, когда мы с братом попали к нему. Вы с Сином медленно двинулись по траве к берегу, где светлячков было особенно много». «Знаешь, я думаю, нам очень повезло. Если бы Ниал не стал нашим поручителем, неизвестно, где бы я была сейчас». «Ты обещала мне рассказать эту историю как-нибудь». «Да там нечего рассказывать». «Он продолжал молча смотреть на тебя, не прекращая двигаться вперед». «Но... мы с Этаном попали в дом детей и встретили там Су и Шамуна. Там было не очень, но Этан всех нас защищал, а Су заботилась о том, чтобы мы хоть иногда ели. Потом туда приехал Ниал. Не помню даже зачем, или он не рассказывал, неважно. Помню только, что он мне сразу понравился. Я подошла к нему и сказала, забери нас. Он так удивился, что даже спорить не стал. А потом оказалось, что мы... это аж четверо детей. Вы подобрались к светлячкам так близко, как было возможно. Ты наклонилась вперед и... Поманила их огнем. Твои ладони стали горячими и чуть засветились в ночном полумраке. Немного, но светлячкам было достаточно. Один из них, привлеченный светом, подлетел почти к самым твоим пальцам. Оп! Испуганный светлячок метнулся в сторону, ускользая от тебя. Ты разочарованно выдохнула и продолжила рассказывать, высматривая следующую жертву. Не то, чтобы Ниал был счастлив отвечать за наш квартет, но отступать было поздно. Он отправил всех нас в школу, часто навещал, привозил подарки, ну и магию нашу проверял, конечно. Ладони Сина нежно сомкнулись вокруг слегка пульсирующего светлячка. Куда его? Ой, как ты ловка! У меня коробочки есть, сейчас! Ты подставила ему коробочку, сплетенную из трав, и Син высадил светлячка внутрь. Хочешь, научу. Еще бы! Тогда заканчивай историю, мне же интересно. Почему-то мне неловко от того, что он так интересуется мной. А так внимательно меня кто-нибудь слушал, хоть раз в жизни. Отвернувшись от Сина, ты принялась высматривать следующего светлячка, но историю все-таки продолжила. Уэта нам все быстро пошло. Иисус с Шимоном тоже оказались талантливыми магами. Когда стало ясно, что в школе нам больше делать нечего, Ниал забрал нас сюда. А ты? Что я? Ты сказала про всех, кроме себя. Ты ведь тоже талантливый маг. Ты фыркнула так громко и насмешливо, что целая стайка светлячков брызнула в стороны, прочь от ваших ног. Прикольно. Ругнувшись, ты понизила голос. Спасибо за лесть, но я предпочитаю правду. Я не очень умею льстить. Оно и видно. Это правда, ты талантлива, просто не умеешь этим пользоваться. Ага, светлячков будем ловить? Син помедлил, потом придвинулся к тебе и пальцем указал на светлячка в полуметре от тебя. Никто не любит спешки. Ни люди, ни звери. Будь терпелива. Не торопись. Поставь руки вот так. И аккуратно. Обе его ладони обхватили твою, почти не сжимая, и сразу отпустили. Ты кивнула, повернулась в указанном направлении и встала на колени для устойчивости. Потянулась ладонями вперед и... Схлопнула их. Разумеется, светлячок тут же шарахнулся в сторону. И затерялся в траве. Упс. Лохаму и все демоны Иркалы. Ты проводила его разочарованным взглядом. И как ты справлялась раньше? Обычно этим занимался Этан. У него хорошо получалось. Нос и глаза вдруг защипало. Дыхание перехватило в гортане. Ника. Ты обещала себе не плакать, пока не найдешь Этана. И уж тем более не стоит плакать при Сине. Не надо ему видеть это. Ты резко отвернулась от Сина коробочке, в которой сидел первый пойманный сегодня светлячок. Тот тревожно мигал за травяными прутями и шуршал, пытаясь выбраться. Усевшись у подножия дерева, ты потащила коробочку к себе, словно желала рассмотреть поближе. Словно ощутив твое настроение, Син молча пошел дальше по берегу, отлавливая светящиеся в траве точки. Твои коробочки быстро заполнялись светом, становясь похожими на два маленьких фонарика в ночи. Когда Син высаживал очередного светлячка в коробку, ты потянулась и взяла ее в ладони. Рыдать уже не хотелось, но тоска никак не хотела отпускать твое сердце. Знаешь, мне всегда было так грустно заниматься этим. Сначала ты лишаешь их свободы, потом жизни. И ради чего? Чтобы экзаменаторы год за годом убеждались, что ты не потеряла способности управлять огнем. Так они потом умирают, что ли, без света? Какой-то бред, если честно. Хочешь, отпустим их? Что? Нет, ты же полчаса их ловил. Но ты спасешь их. Разве есть что-то важнее жизни? Не знаю, можно ли это назвать спасением после того, как мы сами их поймали. Сквозь травинки ты чувствовала, как светлячки отчаянно царапают стены своей тюрьмы. Давай, отпустим. Мне жаль, ведь ты их собирал, а я просто сидела, но... Син чуть повернул голову, ловя твой взгляд, и еле заметно улыбнулся. У меня много времени, у них нет. Их время ценнее моего. Он взял в руки вторую коробочку, почти нежно погладил ее края. Скажи, когда будешь готова. Какое-то время вы сидели в тишине, слушая, как вдалеке перекликаются ночные птицы. Потом ты подняла коробочку в воздух и прошептала. Я готова. Син приподнял крышку одновременно с тобой и, как тебе показалось, что-то шепнул. И тогда поляна вспыхнула. Класс. Обалдеть, это так романтично. Красота. Словно кто-то зажег в лесу тысячи крохотных солнц, и они разом вспомнили, что принадлежат небу. Закружились в воздухе, затанцевали в сложном узоре, вспыхивая в деревьях, цветах и легких перьях травинок. Ты на ощупь нашла ладонь сина и сжала ее, не отрывая взгляда от светлячков. Часть из них опустилась на землю, а часть рассыпалась по деревьям, осев сверкающими каплями на листьях. Ты затаила дыхание, и когда, наконец, выдохнула, плечи расслабились сами по себе. Что это было? Не знаю. Танец радости. Специально для тебя. Во влажном воздухе шелестели тонкие крылья и витали ароматы трав. Ты сделал что-то, да? Да. Открыл коробочку вместе с тобой. Ты легонько толкнула его плечом, притворно хмурясь. Я знаю, что ты что-то сделал. Помог тебе спасти несколько маленьких жизней. Это прекрасно. Луна бросала на его лицо бледный серебристый свет, отчего глаза казались еще темнее и глубже. Наверное, не стоит мне так внимательно смотреть на него. Он потянулся вперед, к тебе. Ваши плечи соприкоснулись, его дыхание коснулось твоей щеки, пощекотало кончик носа. Ты закрыла глаза, готовясь к... К поцелуям мы готовимся, всегда готовы. Вы с Сином стали чуточку ближе. Такие мягкие, мягкие губы. При встречах ты не упускала случая рассмотреть их. Ловила себя на том, что следишь за их движениями и представляешь. Представляешь их вкус и приятную жесткость в моменты, когда он становится настойчивее. А Тсина всегда необъяснимо пахла ночью, сосновой смолой, прелой землей под хвоей, а иногда морозным инеем. Иногда тебе чудилось, что прикосновение этих губ будет ледяным, как первоосенняя наледь. Иногда же ты боялась, что они обожгут тебя. А на самом деле... Что-то случилось. Ты распахнула глаза, перегнувшись через себя, Син держал в руках вторую коробочку. А на самом деле он и не собирался нас целовать. Ту самую, что ты беспечно бросила в траву несколько минут назад. Он участливо смотрел на тебя, готовый прийти на помощь. Резко вдохнув, ты просипела. Просто задумалась. Ни его поза, ни выражения глаз не изменились. Но почему-то у тебя появилось ощущение, что где-то глубоко в душе он сейчас хохочет. Под твоим тяжелым взглядом он вернулся на прежнее место. Син первый нарушил неловкую тишину, повисшую между вами. Насчет твоего брата. У тебя есть новости? А у тебя? Расскажу свои, когда ты расскажешь свои. Ну, про культ ты и так знаешь. Есть только новые подробности. Ты выложила ему все, что узнала от Дуду. Син надолго умолк, потом кивнул. Итак, твой брат организовал незаконный культ для поклонения древней богине. А потом с кем-то подрался и внезапно исчез. По-твоему, какова вероятность, что его схватили за нарушение закона? Надеюсь, что нулевая. Вместо ответа Син полез в карман и достал оттуда оберег. Что это? Я нашел это на поляне, той, где алтар Тиамат. Такие делаю только в столице и только на заказ. А ты откуда знаешь? Он даже не соизволил поднять на тебя глаза. Видишь, вот тут знак. Этот оберег сделан недавно. Я думаю, дело было так. Кто-то доложил пятерым о культе. Они решили не поднимать шума и просто послали своих псов на поимку главаря. Была схватка. Один из псов выронил свой оберег. Это нам везли в столицу. Или кто угодно проходил мимо этой поляны и выронил там привезенный из столицы подарок. Или так. Тогда нам нужно поискать другие зацепки. Он бесстрастно спрятал оберег в карман. Погоди. Ты требовательно протянула ладонь и он послушно вложил безделушку в нее. У нас ведь нет других зацепок. Только это и половина амулета с алтаря. Ты машинально похлопала себя по карманам, но амулета не обнаружила. Оставила в комнате, наверное. Я возьму оберег, хорошо? Вдруг продавец вспомнит, кто его заказывал. Главное, чтобы Нял не придумал брать меня в столицу. Тебе есть к кому там обратиться? У меня там живет один друг. Мы давно не виделись, но он хороший. У тебя с Сином неплохие отношения. Почему только неплохие должны быть хорошие? Вот как. Хороший это хорошо. Ревнуешь? Безумно. Шутишь? Разумеется. И все это он говорит с каменным выражением лица. Ты тяжело вздохнула. Ладно, пора идти спать. Спасибо тебе за помощь, Син. Не знаю, что бы я делала, если бы не ты. Вы встали, и длинная ветка дерева бросила тень на его лицо. Я многим обязан Этану помочь в его поисках. Это меньшее, что я могу сделать. Особенно, если его жизнь в опасности. А мне думается, что так и есть. Тревога заколола грудь. Но все будет хорошо? Син молчал. Густая тень мешала разглядеть выражение его лица. Не переживай, госпожа. Иди спать. Утро рассеет туман. Ты кивнула. Вы вместе прошли по дорожке с десяток шагов. Потом на ближайшей развилке ты свернула к северным комнатам. Он же ушел в сторону южных. Да, сложно нам строить с ним отношения, конечно. Я не думала, что все настолько сложно. Ты прикрыла глаза всего на пару минут, а солнце уже нахально заглядывало в твои окна. И сна тебя вырвал четкий громкий стук в дверь. Не желая сдаваться без боя, ты зарылась лицом глубже в подушку и простонала. Я умерла. Дверь тут же открылась, и на пороге встала недовольная Су. Нашлась пропажа. Все уже ушли помогать в деревне, а ты еще дрыхнешь. Как все? Я догоню их попозже. Су безжалостно издернула с тебя одеяло. Если тебе позволить, ты будешь валяться здесь до обеда. И это будет самый прекрасный день в моей жизни. Но Су уже распахнула шкаф и принялась копаться в твоих вещах. Здесь же все не стирано. Носить еще можно. Издав непонятный звук, она... Ага, мы переодеваемся. Хорошо. Удлиненные шорты. Такие странненькие они немножечко. Эффектные шорты. Но это как наша форма, только не юбка, а шорты. Практичные шорты. Я наверное эти возьму. Эффектные. Поминутно зевая, ты встала перед зеркалом и пригладила волосы. Помочь? А я могу подремать, пока ты меня расчесываешь? Только если будешь сидеть ровно. Я сделаю все возможное. Су взялась за расческу, придирчиво осмотрела твои волосы. Платок. Не ожидала я такую прическу здесь увидеть. Подвеска. Мы в какую-то волшебницу сразу превратились. Очень необычненько. И две косы это точно нет. Я наверное обе прически возьму. А сейчас мы пойдем в этом платочек. Пока она ритмичными движениями расчесывала тебе волосы, ты успела задремать. Бедняжка. Разбудил тебя шорох ткани у самого уха. Ой, симпатично. Да, давно хотела предложить так сделать. Тебе очень идет. Ну, я же не красоваться иду. Она пожала плечами, с удовольствием разглядывая свою работу. Закончив, Су аккуратно положила расческу обратно на столик. Тащиться аж в деревню с утра пораньше не хотелось, но одна мысль тебя взбодрила. Я же хотела рассказать Су об Этани Этиамат. Вот отличная возможность. Будем идти и все расскажу. Может ты хоть наше пища удовольствует помощи другим. Я сейчас лягу здесь и до деревни ты потащишь меня волоком. Шучу, шучу, пойдем накормим тебя бедствия. Несмотря на мрачное настроение, Су не стала торопить тебя за завтраком. Только когда ты наелась, вы двинулись по тракту в сторону деревни. Ровная дорога сама ложилась под ноги, а птицы деловито переговаривались, пролетая над деревьями. Эта часть леса поистине пострадала от пожара, и вид широких зеленых крон радовал твое сердце. Су же отказывалась разделять твою радость. Она шагала хмуро уставившейся в землю и не обратила внимания даже на мелькнувшую среди деревьев косулю. Ты на ходу мысленно преступления Этана. Наконец ты решилась. Су, мне нужно кое-что тебе рассказать. М? Помнишь, когда мы сидели у костра, перед тем, как упала звезда, вы еще спросили меня, почему я опоздала? М? Так вот, мы с Сином тогда были в лесу, мы там кое-что нашли. М? А чего она так мычит? Взгляд у нее был отсутствующий. Су, ты слушаешь меня? Что случилось? Шимун, ты не ожидала получить такой короткий и четкий ответ на свой вопрос, поэтому растерялась, а потом вспомнила вчерашнюю сцену в комнате Шимуна. Это из-за лихой, да? Она настраивает Шимуна против меня, ты понимаешь? Говорит, что я слишком люблю распоряжаться. Ники, но это же бред, я вовсе не люблю распоряжаться. Вообще-то любишь. Су тут же взвилась, и даже кончики ее волос как будто слегка приподнялись. И ты туда же. Я ни на что не намекаю, но ты сегодня вытащила меня из постели и чуть ли не силой одела, потому что иначе ты бы спала пятеро знают сколько. И почему это должно быть твоей проблемой? По выражению лица Су было понятно, что она сейчас лопнет от злости. Ты моя лучшая подруга, и я забочусь о тебе. Я тоже о тебе забочусь, но я не вытаскиваю тебя из постели ради дела, которое кажется важным мне. Разве что ты попросишь. Но ты должна была встать пораньше. Кому должна была? Не Аллу, преподавателем. Так занятия еще три дня не будет, а деревня подождала бы еще час другой. Су нервно выдохнула и отвернулась, ускоряя шаг. Ты изо всех сил заспешила, стараясь угнаться за ней. Некоторое время вылетели по дороге, Су чуть впереди, ты с отставанием на три шага. Потом она резко остановилась и обернулась. Лихо, плохая компания для Шимуна, так же, как для тебя этот Син. Но вот опять она командует. Вообще-то Син помогает мне искать Этана, и он единственный, кто сделал хоть что-то существенное в этих поисках. В глазах Су вспыхнула обида, тут же осыпавшаяся пеплом отстраненности. Повернувшись к тебе спиной, подруга молча взяла курс на деревню. Вот и поговорили. До самой деревни Су не обменялась тобой ни словом. Но зато было время подумать. Когда вы вошли в деревню, ты сразу обратила внимание на толпу. Да, тут видны следы пожара, конечно. деревенские скучковались у дальнего забора. Студенты академии почти у самой реки. Посреди дороги стояли Анбу и Лихы, а перед ними спиной к вам какая-то женщина. Опять ты, Лихы, чтоб тебя клопы покусали. Ты хотела послать Лихы недружелюбный взгляд, но она даже не смотрела в твою сторону. Все ее внимание было направлено на таинственную незнакомку. Это Иштар. Что? Иштар, Ника, из Великой Пятерки, что она здесь делает? Лиха восторженно прощебетала что-то, а Иштар заразительно засмеялась. «Ух ты, какая-то мадам интересная! С зелеными волосами такого еще не было! Почему она говорит с Лихы?» Су отвечала неохотно, не глядя на тебя. «А почему бы им не говорить? Северный разлом, помнишь?» Лиха еще тогда таскалась за Иштар по пятам. «Хотя я до сих пор не понимаю, зачем Иштар туда приезжала? Она так ничем и не помогла?» «Я то думала она сделает что-то потрясающее, она же первая среди магов земли!» «Но нет, она покрутилась и уехала, странно это было». Словно услышав свое имя, Иштар повернулась к вам. Ее губы были приоткрыты в нежной приветливой улыбке. Тонкая кожа на щеках, почти прозрачная под ярким утренним солнцем, розовела легким румянцем. Глядя на нее, ты вдруг почувствовала себя неуклюжей простушкой. «О, еще студенты, Ниал так заботится о своей деревне, это бесконечно трогательно». «Мы не его деревня, мы свободные». Деревенский староста насупился, Иштар кинула в его сторону короткий взгляд. Переплетя пальцы в таком изящном жесте, будто позировала для картины, она кивнула. «Конечно, конечно, какая я грубая, но вам нужна помощь». Она кинула взглядом деревню и печально нахмурилась, прикладывая руку груди. «Я помогу вам, от лица пятерых я даю вам слово, что эти дома вскоре будут отстроены». Лихи восторженно подалась вперед. «Вы безгранично добры, повелительница». «Перестань, юная Лиха, что ты, эти титулы уже никто не использует». Она погрозила Лихи пальчиком, не прекращая ласково улыбаться. «Что ж, приступайте к работе, приступайте, не обращайте на меня внимания». Студенты, приглянувшись между собой, неуверенно затоптались на месте. Анбужу не стал церемониться, повернулся к Иштар спиной и потопал к разрушенному дому позора. Там он уже развел бурную деятельность, покрикивая на своих людей и хмурис на студентов. Лиха не стала уходить далеко, взялась убирать мусор у забора Зизи. Иштар полюбовалась на это дело и рассеянно двинулась по дороге к вам. «Я помню тебя, дитя, ты...» Она сделала паузу, Су тут же приложила ключицам четыре пальца в знак уважения. «Я Су, госпожа!» «Да, да, Су, ты была в северной деревне у разлома, помогала жителям». «Долг хорошего мага помогать тем, кто не может помочь себе». «Конечно, разумеется». Она обратила на тебя ленивый взгляд, и он тут же стал сосредоточенным. «А ты, дитя?» «Ты тоже приложила четыре пальца ключицам». «Никаль, госпожа!» «Кто твои родители, Никаль?» Несмотря на ваши разногласия, Су тут же схватила тебя за свободную руку в жести поддержки. «Ты сжала ее пальцы?» «Ты ставишь ваши отношения выше ссор, и Су это ценит». Это было еще не примирение, но первый шаг к нему. На сердце стало спокойнее, и как-то теплее. «Мои родители мертвы, госпожа, для меня, по крайней мере». «Как печально». Она придвинулась ближе, изучая тебя взглядом. «От тебя веет такой интересной энергией. Она не твоя, правда? Ты не знакомилась с кем-то новым совсем недавно, нет?» «От ее взгляда тебе стало не по себе». «О чем она говорит? Я знакомилась только с Дуду?» «Ну конечно, Дуду тоже в культе, может она его ищет, его и остальных последователей культа Тиамат». «Путь крепкой воли». «Я ни с кем не знакомилась, госпожа». «Ты нагло смотрела в глаза Иштар, стараясь очистить свой разум. Ложь ничем не отличается от правды, если верить в нее всей душой». Иштар вглядывалась в твое лицо, сохраняя на губах доброжелательную улыбку. «Так странно». «Возможно, вы чувствуете...» «Может, силу не Алла?» «Хотя нет, она бы знала его силу». «Точно бы знала». «Силу упавшей звезды?» «Ты сумела изящно обмануть Иштар». Иштар нахмурилась, обращая лицо примерно к тому месту, куда упала звезда. «Это странное редкое явление. Я не видела ничего подобного уже очень давно». «Значит, вы видели, как она падала?» «Вы знаете, что это означает? Древние считали, что это плохой знак». «Не знаю». Она тут же широко улыбнулась, меняя тему. «Позволь мне...» Она взяла твою ладонь в свои и ласково заглянула тебе в глаза. Ты недоуменно замерла, потом тыльную сторону ладони начала печь. Боль быстро разгоралась, становясь невыносимой. Секунды три ты вежливо терпела, потом резко втянула воздух и попыталась выдернуть руку. Иштар крепко удерживал ее, не прекращая улыбаться. «Мне больно, что вы... что вы делаете, госпожа?» «Потерпи немножко, дитя, это мой тебе подарок». «Подарок?» Ее хватка внезапно ослабла, и ты вырвала руку из цепких пальцев. Как ни странно, кожа на обратной стороне ладони не была обуглившейся и даже не истекала кровью. Вместо этого по ней бежал нежный узор из цветов и листьев. Боль прошла мгновенно, оставив после себя только недоумение и гадкое воспоминание. «Что это? А вижу-вижу на руке!» «Мое благословение, дитя Никаль, ты смелая девочка и заслуживаешь этого!» «По какой-то непонятной причине в тебе поднялась страшная паника. Тебе хотелось стереть странный узор с ладони и сделать это как можно быстрее, немедленно». «Ники, не паникуй, она просто тебя напугала, волноваться нечем». Су переводила встревоженный взгляд с тебя на Иштар и обратно. Краем глаза ты заметила, что многие студенты прекратили работать и наблюдают за вами. Ближе всех, конечно, стояла Лиха, в ее руке была обугленная ветка. Когда вы встретились взглядами, ветка хрустнула и разломилась пополам в ее пальцах. Ты судорожно прижала четыре пальца ключицам. «Спасибо, госпожа, но не стоило, я правда не нуждаюсь». «Ты не желаешь получить мое благословение?» Иштар удивленно хлопнула глазами, словно в ее голове не укладывалась эта мысль. «Ты отвергаешь дар повелительнице Иштар?» Лиха оказалась перед тобой в мгновение ока. «Сама Иштар обратила на тебя внимание, Никаль, прими ее дар!» Лиха, не лезь не в свое дело!» Глаза Лихы вдруг загорели странным огнем. «Иштар, ты отдала свой дар той, кто не может оценить его по достоинству. Я докажу, что достойна твоего дара больше, чем она!» «Боже, кошмар какой! Так унижается!» «Конечно, не стоило ругаться с тобой вчера, но это какой-то перебор». «Лиха, ты что творишь?» «О, поединок студентов из-за меня как интересно! что? Кто говорил о поединке?» не видела свое лицо со стороны, но, судя по ощущениям, она побледнела так же, как у Лихы». «Госпожа, я хотела сказать, но, может, у тебя есть какое-то поручение?» «Дитя, не хочешь же ты сказать, что не готова драться за мою честь?» Лиха замолчала, бледнее еще больше. студенты в сторонке загомонили, встревоженно переглядываясь. «Лиха, мне нравится твоя напористость, даю слово выполнить любую небольшую просьбу победителя». Она очаровательно улыбнулась, переводя на тебя загадочный взгляд. «То есть, если я выиграю, я смогу попросить объяснять с меня свое благословение?» «Это стоит риска, я согласна». «Ты никак не могла объяснить собственное отвращение от одной мысли о татуировке на руке, но факт оставался фактом, тебе хотелось содрать себя эту дрянь вместе с кожей». «Я принимаю твой вызов, Лиха». «Ты сдурела?» Су схватила тебя за руку, но тут же отшатнулась. «Похоже, ей проклятая татуировка тоже пришлась не по вкусу. Вашим оружием будет магия, да начнется бой». «Лиха лучше меня в магии, что делать?» «Ты нерешительно встала в боевую стойку, Лиха тоже не спешила начинать». «Если подумать, я не хочу драться, лучше пойду к Ниалу». «Вдруг он сумеет снять с меня эту дрянь?» «Или хотя бы объяснить, что она не опасна». «Ты вышла из боевой стойки и подняла руку, чтобы показать, что хочешь остановить бой». «Отбей все три удара, чтобы победить Лихи». «Но в эту же секунду Лиха швырнула в тебя простую волну воздуха». «Ты без промедления прыгнула за камень». «Ты избежала удара». «От резкого прыжка сухожилия на правой ноге натянулась и протестующе заболела». «Ты мысленно взвыла, сделала перекат и приземлилась на камень коленом». «В глазах засверкали звездочки, ты спустила протяжный выдох». камень прикрыл тебя от воздушной волны, но расслабляться было некогда. Лихи уже готовилась к следующему удару. Короткими движениями пальцев Лиха начала расстреливать тебя тонкими воздушными иголками. На практических занятиях такие больше царапались, чем протыкали, но от этой мысли легче не становилось. «Ты хочешь меня убить? Да? В ответ ты занялась защита. Я сейчас такая умная, я в гайд подглядываю, потому что я уже продула один раз. Как на занятиях с неалом. Давай, Никки!» Такими же быстрыми движениями пальцев ты принялась выбрасывать навстречу иглам короткие горячие вспышки. Это был не огонь, скорее жар, который ты толкала от себя. Но против детского приема Лихы этого оказалось более чем достаточно. Когда Лиха прекратила поливать тебя градом игл, ты облегченно выдохнула. Ты увернулась от второго удара. Спасибо, что гонял меня на такой ерунде, неал. А теперь нужно атаковать, потому что на одной защите я далеко не уеду. Быстро оценив обстановку, ты заметила кучку соломы под ногами Лихы. Надо этим воспользоваться. Ты решила немножко схитрить? Для атаки требовалось хотя бы десяток секунд. Лихы, ты же понимаешь, что нел накажет нас с тобой? Не накажет. Это было сделано с одобрения самой Штар. А если она прикажет прыгнуть с крыши Академии, ты прыгнешь? Лихы с сомнением посмотрела на повелительницу, а потом неуверенно кивнула. Ненормальная. С другой стороны, она смягчит себе падение и не убьется. Но ненормальная. Колеблясь, Лихы снова подняла руки. И в этот момент солома, на которой ты сосредоточилась, вспыхнула. Лихы не сводила с тебя взгляда. Длинные полы ее платья начали загораться. Лихы, ты горишь! Она резко обернулась и завизжала, пытаясь сбить себя пламя. Сдуру плюнула в него воздушным потоком, отчего платье запылало еще веселее. Ты метнулась вперед, опрокинула Лихы на землю и в три движения затоптала горящую ткань. А потом, тяжело дыша, положила предплечье поперек ее горла. Ты сумела победить Лихы. Вот и все. Когда ты отошла от Лихы, у твоего бока сразу возникла Су. Вы обе ненормальные, ты в порядке, сумасшедшая. Ты бросила взгляд на Иштар, ее щеки горели румянцем, глаза сверкали от удовольствия. Она захлопала в ладоши, глядя на тебя. Никаль, это было прекрасно, ты отлично справилась, я в восторге. Престижная Лиха стояла в стороне, не поднимая глаз, Иштар почти не смотрела в ее сторону. Я буду счастлива исполнить любую твою просьбу, дитя. Су зашипела в твое ухо, вроде негромко, но так, что слышали все. если Ниал узнает о том, что тут произошло? Если ключевое слово если. Как это если? По твоему затылку побежали мурашки, ты медленно обернулась, твои и его глаза встретились. Если ты хотела исключения, Никаль, поздравляю, ты его добилась. И конец на этом месте, ну вы даете. ребят. Сразу так флешбек, когда Вики нашу в секрете небес выгнали. А тут пораньше, уже в пятой серии нас выгоняет. Ура! Насыщенная серия была, классная, интересная такая. Это лихо, ну что она творит? И я теперь даже рада, что она не женская ветка. Она очень красивая, мне безумно нравится, но какая она оказалась внутри, поганка просто поганющая. Я понимаю ее с одной стороны, что ей обидно, что ее любимый человек чаще всего становится на сторону сестры, но нужно что-то с этим делать, обсуждать, либо расставаться, если отношения не приносят тебе удовольствия, а только более негатив, зачем это тебе надо. Но в любом случае срываться на всех и не Каль тут чем виновата, что на нее наорала. В общем, получила она сейчас по заслугам, хоть и не с первого раза. Самый любимый момент в серии это, конечно же, сцены с Сином. Насколько нежно, потрясающе романтично, а насколько вырос визуал в клубе романтики, я не перестаю поражаться. Настолько красиво все было передано, как эти светлячки полетели, как они расступались в стороны, потом назад. Было очень волшебно, мне безумно нравится, и мне нравится, как развиваются их отношения. Никаль пока не понимает его, что он чувствует, я ощущаю то же самое. Я вообще очень часто ловлю себя на мысли, что мы с главной героиней думаем одинаково. Вот и так же, мне нравится, что я пока не понимаю его, я его узнаю сильно, и что все идет очень плавно, а от этого интересно за этим всем наблюдать. Ну и теперь непонятно, что нас ждет. Исключили либо не исключили, скорее всего, в любом случае, мы поедем в столицу с ним, а там уже будет что-то новенькое, новая локация, а потом возможно мы вернемся назад. А возможно это Иштар выполнит свое обещание и благодаря этому мы вернемся, ну скажет свое слово. В общем, интересно, как это все разрулиться. Друзья, что думаете по этому поводу, пишите свое мнение в комментариях под видео, а также не забывайте, что плылист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной, а с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.